Друзья мои дорогие, добрый день! С вами Катя. Я вас, как всегда, приветствую из нашего города, из Кинчану Терми. Для тех, кто первый раз попал на мои первые, вторые, третьи каналы, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана, я являюсь журналистом. Ну и, как всегда, под сюжетом в описании я оставлю ссылки на все мои три канала на данной платформе. И там же будет ссылка на мой телеграм-канал. Вы прекрасно знаете, что 25 ноября 2023 года у нас в Риме состоит конгресс. Он пройдет под патронажем профессора Александру Милюци. Это светило итальянской науки, психиатр. Ну и приедет очень много людей, которые входят в актив вот нашей этой самой группы, нашего движения. Будут адвокаты, будут эскулапы, будет достаточно много военных. Ну и, в частности, приедет мой друг, которого вы прекрасно знаете, военный летчик Роберто Нуццо. Сейчас, когда мы готовим этот конгресс, мы стараемся много общаться в личку, обсуждаем проект конгресса, кто какие будет задавать вопросы, какие темы мы будем обсуждать. И вот в формате подготовки я познакомилась, а точнее меня познакомил Роберто Нуццо со своим товарищем, со своим коллегой, тоже военный. Но он не летчик, он офицер, он моряк. И он мне рассказал вот такую историю, я бы сказала, даже драму своей жизни. Я постараюсь без комментариев только вам рассказать, что произошло. А комментарии потом напишите вы. То есть два года тому назад, когда у нас началась вся вот эта вот шизофрения, связанная с ложечками за маму, за папу и за дедушку, друзья, еще раз подчеркиваю, что данная самая-самая-самая демократическая платформа в мире, она оставила прежние алгоритмы, поэтому, в общем-то, той же самой терминологией мы продолжаем и апеллировать. Когда у нас вот все вот это вот, то самое началось два года тому назад, в общем, страну нагибали со страшной силой, в общем, как прилетело нам, я думаю, что так прилетело мало кому. Когда закрывались целые регионы, когда, в общем-то, людей поделили на определенную категорию послушных, и тех, которые не, ну, скажем так, продолжали думать своей собственной головой, не сгибаться. И по отношению к таким людям, как мы, которые протестовали, в общем-то, у нас, конечно, были определенные, водились санкции, там, ну, и штрафы, и чего только не было. Мои постоянные подписчики вы помните очень хорошо. Он, я имя пока не называю, я надеюсь, что во время Конгресса я смогу вас с ним познакомить, с этим моряком, с офицером, ему около 60 лет, ну, чуть-чуть, скажем так, за 60 лет, он женат, у него двое взрослых детей, он постоянно выезжал на манифестацию, он из Бари, вот единственное, что могу вам сказать, что это Адриатика, противоположное побережье, это город Бари, он выезжал постоянно на манифестации, но он боролся за то, чтобы офицеров и матросов, их не заставляли объедаться вот этих вот самых ложечек. То есть, если кто-то хотел, то пожалуйста, если кто-то сопротивлялся, то диета, диета. Выезжал он часто, ну, и как вы понимаете, люди, которые служащие, служивые, то есть военные, полиция, к ним, как бы в таком случае, в случае сопротивления, санкции применялись наиболее жесткие, поэтому его и в полицию вызывали, не один раз от службы он был отстранен и так далее. Ну, вот что произошло в его семье. И его жена, которая изначально не хотела объедаться вот этих вот ложечек, но потом, как это обычно говорят, сделала потихоньку для того, чтобы не уволили с работы, но как потом выяснилось, как он мне рассказал, что с ней, именно с ней на работе, на ее работали, работали психологи, которые ее убеждали, что это надо сделать, вот именно непосредственно, именно по отношению к ней был вот такой вот особенный интерес. И в результате, значит, она вот этих вот ложечек объелась, не говоря в семье. Но как он это понял, что ей стало плохо, ей стало настолько плохо, что пришлось обращаться к эскулапам, вот таким вот образом выяснилось, что никакой диеты не было. Но буквально через несколько недель у нее стали происходить очень сильные изменения с психикой. Я ему задала вопрос, в принципе, раньше были ли какие-то у нее проблемы, то есть чисто, если говорить о семье, ни у кого таких проблем не было. Но она, как он говорил, человек достаточно импульсивный, и нельзя сказать, что она там была с нестабильной психикой, но человек достаточно импульсивный. Но тут стали происходить просто страшные вещи. С ней дома происходили самые настоящие вот эти вот припадки. Когда она кричала, когда она била посуду, она на него кидалась. У нас в семье никогда не было, не присутствовало. То есть, как в любой нормальной семье, какие-то ссоры, какие-то диспуты происходили, и в том числе и на повышенных тонах. Как вы понимаете, итальянский народ – это народ темпераментный, но до рукоприкладства, до битья посуды никогда не доходило. А тут вот несколько случаев было просто-напросто, когда она на него бросалась с ножом. Смотрите, это не форма речи, это действительно его пересказ. Я еще раз хочу сказать, что я разговаривала с военным человеком, стрессоустойчивым человеком. Мы с ним проговорили около семи часов. В общем-то, я понимаю, что я пока этого человека не видела лично, но я чувствую людей, потому что я экскурсовод, я журналист. Я людей неплохо чувствую, неплохо понимаю. В общем, доходило до таких вот моментов, и в результате, там прошло два месяца, они решили разъехаться, и они решили разъехаться с точки зрения безопасности. То есть он остался вот в том доме, где они проживали раньше, а она переехала в другую квартиру, которую они раньше сдавали. И он думал изначально, ну, может быть, какой-то кризис, потому что, в общем-то, времена были тяжелые на многих людей. Этот кризис казался, общий кризис такой мировой, он сказался по-разному. Может быть, пройдет какое-то время, она успокоится. Но проходили месяцы, проходили месяцы. То есть это произошло в марте прошлого года. То есть, друзья, считайте, что это где-то примерно полтора года тому назад. Скоро уже будет два. То есть ситуация не улучшалась. Более того, она на него стала реагировать, вот как триггер. Да, здесь такое понятие в психологии – триггер. То есть если даже встречались где-то на улице, она на него на улице наскакивала и устраивала очень неприличные сцены, которых раньше не было. То есть люди в браке больше 30 лет. То есть лучше, чем они друг друга, никто не знает. То есть сами по себе коллеги отмечали, что она стала очень сложно, с ней работать было невозможно. То есть в результате она была вынуждена уйти с работы и из-за постоянных ссор, из-за постоянных конфликтов, которых раньше не было. А что касается вот ее мужа и даже в каком-то плане детей, реакция была как на определенный триггер. То есть доходило до карабинера, до заявлений в полицию, до, скажем, таких даже вещей очень непростых. Вы знаете, ведь сейчас у нас, не только в Италии, наверное, и в других странах, если вы обратили внимание, у нас вот этой бытовухи, ее стало очень много. Когда практически, ну не каждый день, но хотя бы раз в неделю выходят определенные статьи, что там муж убил свою жену, своих детей, потом покончил жизнь самоубийством. То есть если раньше такие статьи, они вызывали шок, то сейчас мне не хочется использовать этот терминный элемент. Это стало своеобразной рутиной. Вот, например, на севере Италии, недалеко от Венеции, вот буквально на днях произошел такой случай, что молодой человек убил свою девушку. 22 года ей было. То есть они расстались, вроде бы расстались достаточно мирно. И он ее убил, и карабинеры искали целую неделю. В общем, вот об этом, причем убил жестоко. И об этом пишет сейчас практически вся пресса итальянская. Но дело в том, что никого это больше не вводит в шок, потому что таких случаев стало значительно больше. Но я не хочу все сваливать в одну, скажем так, сваливать все в одну кучу, потому что я рассказываю не в общем о том, что происходит в Италии, а про конкретные случаи. Потому что это не то, что там подростковый, юношеский максимализм какой-то на этой почве. Может что-то не то происходить. Я рассказываю о людях, которые прожили в браке больше 30 лет, и которые очень хорошо друг друга знали. И таких симптомов никогда раньше не было. И тут вдруг вот такие явления необычные происходят. То есть как он мне сказал, что это совершенно другой человек. Полтора года прошло, абсолютно ничего не меняется. Я боюсь, реально боюсь, где-то там в городе с ней встретиться, хотя город Барри, он достаточно большой этот город. Но так получается, что они в общем-то живут в одном районе, продолжают жить. Никаких там принудительных манипуляций. Есть такое понятие ТСО, то есть тратаменту санитарио-облигаторию. То есть это когда человек представляет опасность, его могут действительно принудительно лечить. Но это очень сложная вещь, это очень сложная процедура. То есть к ней никаких мер не применяется, она больше не работает. Там каким образом живет, он не знает, хотя периодически, естественно, он там какие-то деньги переводит и так далее. Потому что в Италии это очень жестко в этом отношении. То есть та сторона, которая в семье не работает, а кто-то работает, естественно, он должен своего супруга или супругу содержать, помогать, то есть это обязательно. Но в любом случае лучше ей не становится. И вот он считает, он говорит, я несколько раз уже пытался отталкивать вот эту мысль, но она, говорит, постоянно возвращается, что это такая была месть. То есть вы знаете, у нас вот эти ложечки, они шли по принципу, как вот теперь думают специалисты независимые, по принципу, вот русская рулетка. То есть да, вот когда револьвер и в барабан там вставляется 7 патронов, 6 холостых, 1 боевой. Прокручивается барабан, ну и потом как фишка ляжет. И, в общем-то, вот он считает, что это была такая месть против него, потому что он действительно рисковал, ничего не боялся, вел очень активную работу 2 года тому назад. И что, как он считает, то есть доказательств никаких нет, но есть такие мысли, что режим просто таким образом с ним свел счеты. что вместе вот с этой ложечкой, а такие способы существуют, и они не вчера были придуманы, это было и раньше, что-то было сделано такое, что у нее действительно, вот как это мы говорим, форма речи такая существует, у нее поехала кукуха. Но тут очень интересная вещь, что именно на него, вот он для нее это своеобразный триггер. И никаких улучшений. То есть когда я вижу после 33 лет брака такое ощущение, что это совершенно другой человек. И это отмечают очень многие люди, очень многие соседи, в том числе и знакомые, их общие знакомые, что что-то произошло нехорошее. И поскольку, знаете, очень вот именно по времени очень короткий промежуток прошел после того, то есть был совершенно нормальный человек, ну со своими там гаражами, как у всех, но обычный человек, которого он знал, после этого буквально через несколько, после ложечек буквально через несколько недель, как только она физически оклемалась, все, сразу кукуха поехала. То есть те детали, которые он мне перечислял, когда мы с ним общались, я называю... Извините, пожалуйста, просто зазвонил телефон. Я не хочу, не хочу переходить границы правил деликатности и перечислять те детали, те моменты, о которых он мне рассказывал. Но вот как он мне сказал, что такое впечатление, как будто бы человеку подменили душу. Все. И вот та прежняя душа, она куда-то улетучилась и не возвращается. Хотя, вот как он мне еще сказал, что якобы... Ну, это рассказывают их близкие, рассказывают родственники, что иногда происходят какие-то у нее проблески, когда она начинает вспоминать, вот как у них там было раньше, что было все хорошо, что она сама не может понять, что с ней такое происходит. А потом моментально, в общем-то, вот в то состояние возвращается, в котором она пребывает последние года полтора. Ну, вот такая вещь. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы вы мне в комментариях написали, встречались ли вы с таким положением дел, с таким раскладом. То есть такое ощущение возникает. Вот я сейчас самое главное хочу подчеркнуть, что кому-то попытались отомстить вот за счет вот этих самых ложечек, вот то есть на уровне семьи. Вот кто не захотел в этом принимать участие, не просто не захотел в ней принимать участие, а еще ввел активную борьбу. Вот таким вот образом просто некоторых людей наказали. Спасибо вам большое, что смотрите. Я буду внимательно читать комментарии на всех трех каналах. Спасибо большое, что смотрите. Я вас очень люблю. И мы с вами увидимся завтра.